Епископа Православной Реформаторской Церкви Отца Сирии Пусть Бог вас благословит, мы на самом деле очень почтены тем, что вы приехали И что интересно, именно к нам, с нашим еврейским счастьем, нам удалось его принять Друзья, всех вас приветствую, братья, сестры, рад снова быть здесь в общине в Севастополе Да, друзья, я очень рад, что буду иметь возможность провести семинар здесь В понедельник, вы слышали, да, вторник и среда, три вечера я буду здесь И очень хочу ответить на ваши вопросы Если у вас есть вопросы какие-то по истории христианства Вы слышали, допустим, раньше, да, какие-то мои лекции Или вообще интересовались этой темой То, пожалуйста, не стесняйте, задавайте ваши вопросы Также пишите записки, наверное, потому что я постараюсь каждый вечер Отвечать, наверное, ближе к концу, наверное, по запискам Я только вдумаюсь, я говорю, ну, он объяснил мне ситуацию Что он часть системы и часть многих уже поколений Традиции, сложившейся традиции И даже если он где-то как-то и считает так То он не имеет права морально в это заявить Потому что он тогда бы Мы бы, я не помню буквально, как там было написано в этой истории Но там говорили, что, например, как предадим, как бы, свой народ Как бы, своих отцов, как бы, дедов Как бы, а ты разве этого хочешь, как бы Ну, и девушка это поняла, что, ну, у них разные дороги, разные пути Разошлись их пути Этого дедушки, умного, уважаемого человека И этой простой еврейской девочке Которая пошла другим путем Этот путь есть Иисус И еще Удивительно, друзья Написано, что ни в ком он у нас спасили Ибо нет другого имени под небом Данного нам людям, которым належало бы нам спастись Я понимаю из опыта благовестия, что евреям очень трудно было благовествовать Я благовествовал разным людям Но для меня особая и честь, и особое испытание Благовествовать евреям Когда это происходит, я иногда благовествую Бывает просто исправдан Где-то в самолете, где-то в поезде Где-то при встрече каких-то Для меня это особая и честь, и особая ответственность Я понимаю, что Божье Слово говорит нам благовествовать всем Евангелие для всех Но, во-первых, иудеи Во-вторых, и эллину И сегодня это очень многие понимают Я скажу, не все, к сожалению, служители, далеко не все Но многие служители христианские это уже понимают Церковь, вот христианство в целом Именно в 20-м и вот уже 21-м уже столетия И, получается, возвращаются к своим еврейским корням Возвращаются к еврейской традиции Возвращаются к тому, что, скажу, растерянным оказалось в мире церкви Мы, христианские служители, совершили много страшных грехов Против Израиля, против евреев И это правда Но есть еще другая правда Что есть Бог на свете Который может дать нам милость и прощение Мы пели сегодня эту песню «Милость» И мы просим просто о милости Бога Знаете, когда в Израиле однажды Я один раз был в Израиле С Эбонезером собиралась группа Большая, служителей разных И те, кто участвует в Эбонезере А я участвую эти годы в этом служении И была возможность поехать Я поехал И, знаете, одну за неделю много что показали, конечно И есть моменты незабываемые некоторые Знаете, которые обрезались в память Конечно, самый незабываемый момент Это все по-разному рассказывают Все, кто бывают в Израиле, по-разному Мне это немного напрягало, честно говоря, раньше Потому что думаю, а как же я? Что же я испытаю? Некоторые говорят вообще Вот я был, ну и что? Ну и что? Ну и что? Ну и что? Ну и стены? Ну и камни? Ну и все А другие? О, в Израиле! О, в Израиле! Думаю, а что же я испытаю вообще? Или я ничего не испытаю вообще? И я, ну скажу как, молясь, я просил Бога о его милости, конечно, благострелил Израиль Но я принципиально не настаивал себя на какие-то особые переживания Потому что думаю, если Бог что-то и даст, то это будет А если не даст, то как бы я хоть и с кожи без вон, то А ну не надо просто лишними как бы эмоциями себя нагружать Я, значит, ехал довольно-таки спокойно Но меня накрыло Присутствие в Бога меня накрыло И особенный момент, особенное переживание, это стена плачет Особенное переживание Я принципиально не настаивал себя на ничего получать Вот, ну, как не нужно ничего получать Воображать себе Придумывать что-то от себя Сохранял, как бы, вот то, что Библия называет целомудрием Цель намудрованием То есть правильным взглядом на мир, на вещи, на себя самого Как максимально особо мне было возможно И я хотел бы целомудренным эту неделю То есть правильно все видеть Самому себя, этот мир, вот все, что вокруг Быть максимально объективным И это очень хорошо, считаю И вы знаете, когда подходил к стене плача Вот эти шаги, я до сих пор их помню Вот, знаете, как будто я шел там Большую путь, большую дорогу Там всего-то практически ничего, казалось бы А, спасибо Заключить первый переход, да? Да, там дороги до сих пор ничего, казалось бы Да, но каждый шаг просто И когда уже ушел И потом уже улетали мы Знаете, такое было ощущение, что Как будто у нас кусочек мне остался Знаете, удивительно И это не придумал специально Не выдумывал ничего, не накручивал Когда мы летали уже, улетали уже с аэропорта Вот такое чувство, знаете, бывает так, что уехал, да? И думаешь, вот надо что-то забыл Вот, наверное, как эта вещь у тебя там осталась дома Или где-то еще Или в отеле А вот, знаете ли, я четко понимал Что это осталось там И где это было Потому что я помню тот момент, когда это произошло Знаете, как будто Часть меня просто, знаете, как Лего собирается Пазл куда-то Бакс И оно встало Вот, собираешь, допустим, да? Фигурку, да? И там много всяких таких маленьких фигурочек Вот, и оно не хватает Когда у вас Она встала И она прям вот Все картина прояснилась для тебя И вот И как будто бы часть меня Она прямо раз туда и встала И это было потрясающе Я не жалею Что часть меня там осталась Что часть моего сердца Она там раз В камешке где-то пообразилась Это было потрясающее переживание Я говорю Не забуду Никогда это Но были и другие переживания Некоторые Одно из этих переживаний было Когда Я был в рясе Такой белый рясе Значит В черном клубке В группе там были разные пастыри, служители И, в общем-то Там предлагалось как раз Какие-то тоже, может быть, служения Там зайти на служения какие-то И я, значит, в рясе Как положено пошел И проходил один дедушка Старый еврей Такой каесатый Ну, такой атаксальный Как я представлял себе Дедушку Он прошел И, знаете ли, я почувствовал спиной Меня сверлили просто Ой-ой-ой Я посмотрел Этот дедушка так смотрел Знаете, как Ленина буржуазия Он так посмотрел Я их не забуду И потом так смачно Клюнул Развернулся И ушел Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро Чтобы его не догнал Ну, клевок Я так просчитал Он так не долетел Значит, но как бы Ну, летел Наверное, дедушка не рассчитал Ну, порыв ветра Как бы В общем-то Такая полета Немного пошла Ну, по-другому Не по заданному курсу Как бы Вот, значит И, в общем Ну, так Хартман так Смачно Знаете, так Не то, что слегка А вот так Ну, хорошо Прочитался Постарался И буравчики Такие прямо Ну, все Ну, злойная плеч Прямо Тащик Кепочка Такой был Точно Вот И Я Не успел Даже особо Сообразить Значит Ну, я не был готов Значит, понимаете Все Тем более Второе Переседение Путешествия Все так Новое Мягкое Пушисное И вот Такая встреча И, вы знаете Я потом проверил Себя Своё сердце Знаете Тут же Просканировал Все хорошо Никто Слава Богу И, наоборот Такая любовь Вдруг Не моя Я так не смог Любовь Такая К этому Дедушке Я бы Его даже Догнал Ну, не шо Был Не там Берешься Пусть Что-то Непометно Хотел Обнять Поцеловать Дедушку И Знаете Вот Почему У меня Даже Такое Чувство Такое Возникло Такое Дедушку Думаю Я же Заслужил Я же Не просто Сам себе Сережа Рулёк Прилетел Я же Одел Себя Форму Которая Очень Говорит Там Которая Говорит Громче Чем Многие Слова И Есть Книга Интересная Я прочитал Ее Похоже Наши руки Запятаны Кровью Я бы Даже Перефразировал Так бы Наши Запятаны Кровью Знаете Я Прочитал Книгу Я Не Более Не Более Я Прочитала Книгу Не Бало Времени Читать Все Беготня Бывает Так Что Хорошего Хорошего Человека Но Потом Завтра Завтра На Ночь А уже Завтра Будет Время И Вот Я Думаю Пора Уже Отдавать А я Еще Даже Некрасиво И Одну Креп Еще Спросит Кратно Содержание Мне Было Самому Очень Интересно Я Открыл Уже Все Любли Спать Уже Я Открываю И Начинаю Думаю Почитаю Согу Пока Не уткнусь Согу Почитаю Там Должен Много Интересного Должна Так Вот И Я Стал Читать И У меня Всякий Сон Просто Улетучился Это Все Ушло Я Не мог Успокоиться Пока Не Прочитал Полностью Все Это И Когда Полус Прочитал У меня Было Такой Как Перефраз Такой Внутри Наш Ряс Мне Было Даже Немного Не По Себе Что Я Утошу Ряс Знаете Крест А ведь Сколько В истории Людей В ряс С крестами Дагрузии Сколько Зла Совершили Это Просто Уму Непостижимо Многие Дагрузии То Что Там Писалось Я Знал А Многих И Не Знал И Знаете Сколько Христианство Совершило Этого Зла Историческое Христианство А Ведь Мы Сегодняшние Верующие Мы Правоприемники Мы Как Б Их Дети Маленький Пример Такой Был На Франковске Хороший Город Хорошие Люди Добрые И Собрание Было Два Вечера И В зале Не было Собода Места Это Очень Хорошо Люди Пришли Люди Верующие Но С другой Стороны Когда Я затрагивал Тему Некоторые Еврейские Там Двое Встали Может Не Связано С Этим Мне Потом Объяснили Что Как Раз Связано Они Не Хотят Ничего Служить А Евреев Вышли Негодую Вот Приехал Потом Оказалось Что Многие Не напрямую Мне Ну Как Принято Там Борой А Вот Через Своих Служителей Попросили Ну Больше Игрейскую Тебу Не И Не Один Не Два Довольно Много Хотя Они Все Улыбались Все Было Вроде Хорошо Но Вот Это Гадина Нагад Артисмитская Она Где Там Как Змея Клеветник Братьев Он Действовал В Зале Я Не Подозревал Даже Ну Где Догадывался Но Не Думал Что Таких Количество Можно Где Как Там Оказывается Клеветник Он Вовсю Где Там Нашоптывал Свою Информацию Дезинформацию И Знаете Друзья Ну На семинаре Я Собираюсь Некоторые вещи Рассказать Исторические Но Если Быть Кратким Изовременем Я скажу Что В историческом Христианстве Так получилось Что Очень много Беды Пришло Через Как раз То Что Стали Мы Христиане По сути Плевать Колодец Которого Сами же Пили Рубить Стали Сух На котором Сами же Сидели Я думаю Многие Понимают Что я говорю Стали По сути Пренебрегать Отрекаться От своих Хорней Стали Отрекаться От Своего Еврейства Многие Скажу Сегодня Богословы Разных Деноминаций Католических Протестантских Деноминаций Сегодня Даже Выводят Такую Какую Формулу Что Церковь Христианская Историческая Именно Тогда Когда Стала Открещиваться От своих Корней Стала Попадать В еще Больше Проблемы Чем Даже Каким Можно Было Представить К примеру Такие Вопиющие Примеры Когда Церковь После Трех Столетий Гонений Эпохи Гонений Римских Императоров Стала Легализовываться Стала Уже Соблиник Стоялся Частью Официальной Системы Государственной Религии Империи В этот момент Существовал Такой политический Заказ Яркий Политический Заказ На смешание Христианства С физичеством И это Произошло Во многом Благодаря Антисемитизму Церкви Церковно-служителей Политики Вот в частности Константин Великий Император Если вы Почитаете Его Постание В церквях Если вы Почитаете Его Обращение Жут Берет Он Яр Антисемит Он Убеждает Христиан Сторониться Иудеев Вообще Сторониться Всего Еврейского И Назло Евреям Праздновать Допустим Пасху В другое Время А почему? Да покачено Антисемитизму Вот потому что Просто Вот чтобы мы Показать всему миру Что мы не евреи А христиане И евреи Не мы Проходили годы Столетия И дело Зашло Еще дальше Однажды Это было Уже В каком В шестом Столетии В шестом Столетии К власти Пришел Феодосий Извиняюсь Кто у нас В шестом Столетии Построил храм В Стамбуре Кто бывало Если Это гигантский Храм Кто построил Устинян Император Устинян Ну вот храм Потом Стал Мече И потом Музеем И Ну всем Туристам Показывают Это гигантское Сооружение Чудо света Как бы Считалось Одно время Самый большой Храм В истории Христианства И Главный Храм Православия Ну как Допустим Для Мусульман Метра Допустим Для Католиков Собор Святого Петра Для Православного Востока Это был Храм Святой Софии В Константинополе Его Как раз Этот Самый Тиран Императора Юстинян Построил И Юстинян Он В общем-то Сыграл Роковую роль Даже Больше Не он А его Жена Его Жена Феодора Он Женился Ну как бы Довольно Интересно Женился Я Немного Расскажу Ладно Эту Историю Чуть-чуть Мне просто Важно Показать Потому что Именно Его Жена Стала Такой Новозаветной Езавелью Знаете Которая Истинных Служителей Преследовала Репрессировала А Тех Подхалимов Всевозможных И тех Кто Был За смешание С езичеством Она Их Прикармливала И Ложь Внедряла По сути В церковь Она В общем-то Возглавляла Империю Именно Его жена Потому что Император Юстиниан Это Один из Самых Известных В истории Человечества Подкабушников Император Который Полностью Был Подкабулком У своей Жены Это Известный Исторический Факт Даже Неверующие Историки Об этом Пишут Очень Много Кстати Так вот Юстиниан Вообще Он был До Жениху Он был Нормальный Человек Мужик Отлично Вот Не всем Жениху На поле Знаете Смотри Как Женешься Да Потом Можешь Всю жизнь Мог Прикусать Да Нет Вообще Очень важно Чтобы Было Правильное Женение Правильное Замужество И Иначе Это На самом деле Как ад Будет Просто Для человека И Очень много Хороших Людей Стало Очень плохими Дурными Через Женить И Наоборот Много Даже Таких Средних Людей Стало Очень Великими Через Женить Очень Много Хорошего Приходит Через Женить И Много Плохого По-разному Я считаю Мне очень Жизнь Повезло Женой Мне Очень Повезло Тем Что Вот Как Верующий Как Муж Жены Ее Сейчас Нет Поэтому Можно Говорить Эти Вещи Она Не Любит Когда Вещи Рассказываю Некоторые Я скажу Что Вот Реформатор Некоторые Говорят О Вы Понимаете Знамя Реформации Знали Как Я Понимаю Знамя Реформации Я До сих Пор Кодилам Махал На Приходе У себя Если Жена Не Не Подержал В 96 Году Я Может Так И Остался В Традиционном Русском Православном Храме Слушив Себе Если Не Поддержка Жены Тогда В Очень Трудный Период Моей Жизни На Сам Деле Слава Богу Что Жена Боящаяся Бога Она Достовер Похвалы Это Очень Важно И Я Бога Благодарю Что Жена Моя Она Не Стала Искать Выгоды Материальные Потому Что Материально Было Выгодно Как Раз Оставаться В Системе И Об Это Все Говорило У Нас Большой Дом Храм О Котором Я Лишь Мог Мечтать Эти Годы Что Был Раньше Других Храмов Служил Исполнились Мои Мечты У меня Красавица Жена Двой Детей Большой Дом Авторитет Уважение Я Молодой Священник Сделал Карьеру Определенную И Мне Это Очень Нравилось Это Где-то Меня Подпитывало Где-то Внутри Горость Какую И Мне Очень Нравилось Все Хорошо Никаких Проблем Ни с Финансами Ни со Здоровью Абсолютно То есть Все Хорошо И Одно Было Нехорошо Внутри Какая-то Пустота И Она Все Больше И Больше Становилась Знаете Если бы Пришел В церковь Зарабатывать Деньги То Я Боже Достиг Достиг Того Что Мне Нужно Но Я Пришел В церковь Не Зарабатывать Деньги Ну Заработать Тоже Неплохо Но Не Это Самое Главное Самое Основное Деньги Всего Мира Заработать Богатые Тоже Плачут Но Я Пришел В церковь Работать Богу Служить Богу И Служить Верить И Служить И А вот С этим Была Большая Проблема Я К Батюшке Метнулся Уважаемый Священник Он На тот Помент Уже Там Порядка Сорока Лет Даже Более Почти Пятьдесят Что Служил Священником Сталин Сталин Священник Ну О нем Разно Говорили Но Я Один Из Духовников Епартии И Я Приехал С Вопросами У меня Куча Вопросов У него был Очень Простой Ответ Я Говорил Что Так Отец У меня Очень Невы Такие Проблемы У меня Сомнения Даже Касательно Веручения Касательно Того Являюсь Вообще Он Мне Сказал Так Отец Очень Просто Все Грамм 150 Я Понимаю Почему Многие Священники Скидываются Тихо Бодовой Антоголизм Почему Не потому Что Просто Работа Такая А потому Что Сама Работа Это Священник Она Как Большим Вопросом Глобальным Вопросом И Понимаете Поэтому Как ни странно Батюшник Бездуховности Безысходности Но Выход Есть Это Сам Иисус Я Сегодня Это Знаю И Я Сегодня Многим Священникам Говорю Я Сказал Не Чтобы Кого Горясь Нам Чтобы Помочь Я Очень Надеюсь Что Эту Запись Будет Смотреть Священник Я Каждый Раз Говорю Кого Встречаю Что Есть Выход Я Знаю Что Многие Священники Они Уже Разуверились В этом Но Выход Есть И Самый Самый Странный Он Очень Близко Он Очень Рядом Это Как Не Надо Даже Далеко Бегать Он Здесь Христос И Удивительно Я Кстати В начале 90 Прочел Такую Информацию Как Один Парень Замерз Молодой Рабочий Мы Наняли На Работу И Он Расписался Технику Безопасности А С ним Не Провели Безет Сказали Что Потом Научишься На ходу Сейчас Все А он В первый Рабочий День Погиб Там Были Большие Морозильники Цеха Такие Большие И Так Получилось Что Замешкался Смена Уходила И Его Закрыли Там И Ушли И Потом Пока Другие Пришли Уже Парень Уже Все Заверз Наскрыз Парень Но Самое Традиное Там Самое Традиное Думаете В чем Что Молодой Рабочий Заверз Прямо Возле Системы Размораживания Он Не Знав Как И Пользоваться Системой Размораживания Он Если Был Воспользоваться Сири Он Распас Свою Жизнь Свою Душу Да Там Может Продукт Килипитание Попали Но Он Был Спасен Представляете А С ним Не Проявили Бесед Оказалось Просто Признаю Что Просто Он Расписался Как И Все Другие Расписывались А На Ходу Учились Он Не Получился На Ходу И Вот Многие Батюшки Погибают Не Зная Что Спасение Оно Рядом Возгремя Даже Часто Часто Повторяем Часто Виктория Говорим Слава Отцу И Сыну Сутому Духу И Он Где Таряна Он Где Близко Только Протяни Только Призови Его Имя Слава Иисусу Христу Друзья Мои Слава Господу Я Очень Учу Чтобы Спаситель Пришел В жизнь Многих Людей Однажды Бог Сказал Мне Это Было Во сне Я Я слышал Голос Который Во сне Говорил Одно И Тоже Несколько Раз И Потом Один Раз Тоже Самое Наяву Когда Я Проснулся Полностью Для Того Чтобы Спасти Тебя Мне Понадобилось Больше Силий Чем Для Того Чтобы Спасти Наркомана Алкоголика Или Проститутку Держи То Что Ты Сейчас Имеешь Даже Тем Что Ты Сейчас Имеешь Вот Это Было Сказано Несколько Раз Во сне И Один Раз Наяву Я Не Успел Было Подумать Вот Что Мне Приснилось Сегодня Грязь Какая С которой Бог Не Вытачил А Этот Голос Я Уже Проснулся И Я Сразу Проснулся Этот Голос Тоже Самое Тихо Повторил Это Мне В Уши Мои Я Слышал Уже Своими Ушами Не Просто Во сне И Я Не Мог Уже Скать Это Просто Приснился Мне Сон Я Видел Грязь Религиозного Оккультизма Я Видел Грязь Религиозную С которой Бог Вытачил Она Еще Грязнее Была Чем Та Грязь Моя Грязь Была Еще Грязнейшая И Я Бога Благодарю Что Господь Он Спасает И Батюшек И Всех Слава Иисусу Так Вот Я Историю Дорасскажу Позвольте Хотя Время Уже Но Я Дорасскажу Эту Историю Про Истиниана Чтобы Понять Эту Заразу Которая Пришла Антисемитскую Пришла В христианство Потому Что Эти Люди Сыграли Роковую Роль В шестом Столетии Я На семинаре Кое Что Расскажу Но Некоторые Вещи Не Буду Говорить Они Очень Гадкие Я Скажу Вот Помните Песни Бугачевой Жениться По любви Не может Ни один Король Да Королю Естиняну Удалось Он Женился На Совершенно Безродной Женщине На Проститутке Притом Или Как Жайновский Говорил Женщине Нетяжелого Поведения Выступая В Госдуме Он там Такой Афанамизм Такой Сказал Интересно Значит И Сама Это Вот Феодора Кстати Они Оба Святые Истиняна Феодора Оба Клика Святых Но Это Такие Святые Что Хай Бог Мы Или Как Говорят Пуши Святые Святых Воносим И Так Вот Феодора Она Начала Свою Карьеру В этом Бизнесе Как Да В этой Своей Работе Значит На Панели С Простой Личной Проститутки Но Потом Она Уже Построена Бизнес Имела Уже Публичный Дом И Потом Перед тем Какой-то Самый И Старфер Ведик В империи Она Уже Имела Сеть Публичных Домов В столице И В других Городах Империи То есть Она Построила Очень Такой Большой Бизнес Но При этом Она Имея Уже Большой Бизнес Она Была Практикующей Проституткой И Воспитывала Много Проститутов И Проституток Гомосексуалистов Весбиянок И Прочий Если Вначале Ее Карьеры Ее Клиентами Были Простые Портовые Рабочие И Матросы То Уже В конце Карьеры Это Были Сенаторы Это Были Олигархи Тогдашние Очень Богатые Люди Империи И Даже Сам Государь Императ То есть Пониматель Она Достигла Много Писания Что Владила Любовной Магией И Секретами Вечной Володости Потому Что Даже Уже В старости Она Сводила С ума Молодых Мужчин Потому Что Проводила Часами Проводила Часы Каждый День В ваннах Из Молока Меда И Чего То Еще И В общем То Говорят Что И в старости Когда Она На Людям Показывалась То Не Верили Что Она Старая Потому Что Видели Молодую Девушку Но Как Было Даже Не Внешне Ее Эффектная Красота Учисляла Людей То Что Она Была Очень Распутной Чрезвычайно Распутной И Подготавливала Тысячи Распутников И Распутниц По Империи Это Было В Христианской Стране Христианской Империи Где Официально Публичных Богов Не Существовало Но Все Знали Что Они Существуют И Государь Император Продолжил Ей Руку и Сердце Она Стала Первой Ужасно Что Ее Назвали Реформаторской Православной Церковью Для Гомосексуалистов Лесбияных Классиститов И Прочее И У них Иконы Висят И В том Часле Как раз Был Репортаж В московских Новостях Вечерних Новостях На Ютубе Есть Эти Программы Записи Эти Вот И Там Иконочка Как раз Именно Вот Этих Святых Юстиниан Феодора Но Феодору В истории Христианства Знают не только За ее Раскунство Но Большей степени Знают за ее Антисемитизм Знаете ли Какое Самое страшное Ее было ругательство Во дворце Она ругалась Хотя Внешне Была очень красивая Но Из нее Изрыгались Очень порой Ругательства Страшные Но самое страшное Ругательство Все предборные Знают Что если она скажет Это слово Что все Ищите пятый угол Во дворце Это было Слово Явлей В самых Оскорбительных Вариантах Византийских Если она Говорила Слово Еврей Все знали Что Книг Добру Это Ну Читы Болова Полетят Сегодня И В общем Будет Очень плохо Кому Сегодня Так вот И Она была Жутка Антисемиткой Наверное Одна из самых Антисемиток Святых В истории Христианства Так вот И Император Истиньян Очень сильно Изменился После Жилипы Это Все говорят И Христианские И Нехристианские Историки пишут Если До того Он Был Человеком Ответственным Принимавший Решение И Скажу так Может быть Не самым Таким Сильным Человеком В истории Византии Но Однако Жай Не слабым Человеком Человек Который Объявлял Войны 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 Объявлял Который Принимал Решение Казательно Внутренней Политике Очень серьезные То есть Человек Как бы Имевшие Мнение Своё После Жилин Он стал Просто Тряткой Вообще Даже В быту Он стал Беспомощным Придборные Пишут Что он Просто В быту Был Беспомощи Настолько Что Ничего Не делал Без совета Своей жены Не говоря Уже Про внешние Рудни Политику Да что Это смешно Что Придборные Они уже Это все Видели И знали И не только Придборные Но и другие Люди И Это Изобель Нас Восед На троне По сути Все решения Если Все решения Какие принимались Принимались Через нее Поэтому Вначале Не обращались Если она Одобрит То закон Будет Принят Если нет То Пишет Пропало Так вот И Подзанавец Вам Страшная Такая информация Самый Большой Пакет Антисемитских Законов Был принят Как раз Именно В этот Период Времени Церковь С мясом Отрывалась От Игрессии Корней Именно В этот Период Времени Больше Всего Многие вспоминают Константина Нет Да Я не буду Его Абвокатом Сегодня Он много Зла сделал Много Кровушки Попил Но Он лишь Сколько Лишь Был Началом Но Апогеем Отступничества И Антисемитизма В христианстве Был Как раз Юстинян И Феодора Вот Это Дьявольская Парочка Это Сатанинский Трикс Такой Так вот И Что Происло Несколько Таких Законов Допустим Евреям Христианам Запрещали Дружить Вообще В быту Запрещали Дружить Христианину Запрещено Обращаться За медицинской Помощью К врачу Еврею На уровне Законов На уровне Церкви Канонов Законов Это чуть позже Было Принято На уровне Законов Государственных Было Принято Уже Тогда Самым Стоп Шибающим Было В догматике Нововведение Это закон Или же Догмат О так называемой Апостольской Правопреемственности Я расскажу На семинаре Кое-что Об этом Это вообще Очень Жуткая Вещь И очень Такой Еретический Догмат Но Сегодня Дня В мессианской Общении Я вспомню Другой момент Ее Антисметизм Дело Было Уже К Пасхе И Феодора Издал указ Ну официально Естинья Но все понимают Что Феодора Издал указ Что христианам Под страхом Смертной казни Запрещено Есть Матсу Есть Опреснение Всю неделю Христиане Должны были В противовес С Евреям Есть только Квасное Принципиально Если Приобуски Найдется Матса Пресная Лепешка То Смертная казнь Некоторых христиан Казнили Публично Чтобы напугать Других остальных Христиан И Больше того Им Городрица Приказала Всем В виде Благоволения Испечь Вот эти Куличизны Пасхальные Это было Знаком Дома Или отдельно Практикующей Проститутки До того Потому что Если вы попадали В ходе города То вы не знали Где Допустим Публичный дом И отдельная Проститутка Нельзя было В дистанционской империи Официально Заниматься По законам Но это существовало Рядом Даже в столице Это знали прекрасно И даже налоги Брали Но Неофициально Так вот Клубобор Теневая экономика Коррупция была Невиданных размеров В Византии Процветала То есть Испорченное христианство Оно портит Этот мир Очень сильно Заквашен еще больше Так вот И что произошло Друзья Если допустим Человек хотел найти Проститутку Или публичный дом Он может Посмотреть на окна И если Как я увидел Кулич Такой спеченый Высокая булка Которая означала Морской головой орган Ярно не обрезанный И болитой Глазурью Который означал Семьезвержение И обычно Украшался еще Яичками Вот И Человек знал Здесь его Сегодня встретят Да И на счетке Люди Шли На Куличок Как будто На огонелку Ладно Не буду подробности Другие говорить Там еще более гадкие Подробности Поверьте Но скажу Что люди шли Люди шли И вот Ну Смирялись Некоторые священники Правда Выступали против этого Запрещая это Но Их голос был Натерин голосом В пустыне Потому что Система Не хотела Ничего менять И религиозно И светское Так вот И представьте себе Шок Когда императорица Приказывает Всем христианам Испечь такие Знаки И поставить у себя В домах Но самое главное В церквях Прямо в церкви поставить И Больше того Было приказано Не только на Пасху Но и вообще Любой день Причастие совершать Не на пресноках Как раньше До того года А Эти Так называемые Как мини-куличи Как называют Просворки Просфирку То есть поднявшийся хлеб Квасное Принципиально На квасном Вы скажете Ну какая разница Но В то время Сегодня Об этом фроническом культе Мало кто знает Вообще Ну как специалистов Может быть на уроках По истории Все знаем Ну а тогда Это было свежо Это было все знакомо На западе На востоке Палилась кровь То есть некоторые священнослужители Несмотря на запрет По страху смертных Казни отказались От этих нововведений Простые христиане Отказались Их казнили На западе Законы эти На рассмотрении Епископов были И епископы Однозначно заявили Байкот Нет Мы не приемлем Если восточные Прогнулись То мы западные Не пойдем на поводу У Вот таких Ну Сатаминских законов Буквально Это было время Такое Лехое Что Мало было армии В Византии Но Феодора была так Разъедена Что приказала Снарядить флот Весь Византийский Погрузить на него Армию И послать Наказать Вот непослушных Непокорных Итальянцев Германцев Французов И дальше По Европе Пройти Просто походом Крестовым Против своих же подданных Представьте себе Кстати Подобное Не практиковалось В то время Уже ранее Чуть В Африке В Северной Африке Это был геноцид Своего же народа Убийство Истребление Своих же подданных Просто Нужно было Грабить Нужны были Деньги Нужны было Финансы И просто Взяли Просто Истреблять Часть населения Вот такая Страшная история Но Что произошло Европа была спасена Каким образом Бог вступился Епископы Папа Кардиналы Объяснили Африке Молитву Потому что Своя армия У них Раз-два Обчелся Во-вторых Они не могли Своему же Коробю Сопротивляться Ну Если Свой Король Нас Остребляет Против Кого же Мы Устражаемся И Оставалось Точно Нанимиться На чудо Они молились И Постились И Бог Совершил Чудо Разыгрался Шторм Который Потопил Весь Этот Флот И Всю Эту Армию Византия Потеряла Свой Флот И Почти Всю Свою Армию Это Было Шоком Феодора Даже После Этого Не Раскаялась Объявила Что Западная Церковь На Восступничестве Что Это Колдовство Что Они Колдуны Что Это Магия И Прочее Проклятие Хотя Эти Люди Западном Христианстве Просто Молились Бога О Милости О Защит Они Не Хотели Есть Куличи На Пасху Они Хотели Опять Масу На Причастие Использовать Пресноке Хотели И Не Хотели Вот Этих Языческих Окультно Статистических Нововведений На Востоке Эти Традицы Прижились Со Временем Это Один Из Примеров Но Таких Примеров Очень Много Наверное Самый Зрелищный Пример Но Самое Страшное Что Христианские Служители И На Востоке И На Западе Со Временем Так На Западе Сохранили Внешнюю Форму Более Благочестивую Опресноке Но Все Рано Сама Суть Пришла Нечестивая Потому Что Люди Перестали Взирать На Христа Спасителя И На Востоке На Западе А На Традицию Переключились И Это Позволило Придти Многим Суевериям И Антисметизм Стал Ногами Открывать Двери Церкви Храмов Сегодня Фактически Вот Если Брать Православие В Каждой Книге Богослужебные Как писал Александр Мень Еврей Священник Реформатор Есть Текст Антисемит Когда Прокинаются Евреи Прокинается Еврейский Народ В Каждой Книге Православный Богослужебный Особенно Перед Пасхой Совершаются Все Проклятия Кстати В Украину Я Приехал В 97 Году И Я Был Тогда Во Львове У Любовира Гузера Он был Помощником Кардинала В то Время И Бог дал Возможность Тогда Мне Общаться С Этим Человеком Порядом Двух Недель Я Был В Львове Жил Во Зоб Василиан И Имел Возможность Общаться С Любомиром И Гузер Сказал Удивительную Вещь Тогда Для Меня Это Еще Вышедшего Недавно Полтора Года Вышедшего Из Традиционного Православия Это Для чего? Чтобы Переиздать Всю Литературу А перед тем Сделать Ее Ревизию И Изъяли Все Тексты Антисемитские И Поэтому На Украинском Языке Богослуженная Литература Она Лишина Текстов Проклинающих Явлеев Проклинающих Израиль Но Здесь В Крыму И По центру И По востоку Украины Чаще всего Храма Московца Талиархата Где Служение Слышается На Старо-Славянской Музыке Где До сих Пор Все Это Процветает Махровым Цветом К сожалению Хотя Есть Священники Евреи Есть Но К сожалению Некоторые Священники Евреи Самые Красно-Антисемиты Как ни Странно Я встречал Некоторые Священников Евреев Которые При разговоре Выявляли Такой Антисемитизм Что Даже От Не Евреев Я не Ждал Такого Услышать К сожалению Есть Такое Но Не Все Такие Нет Я знаю И порядочного Священника Еврея Православа Московского Тариархада Священнослужителя Но Он Сказал Примерно Так Что Как бы Не мы Это Сделали Не нам Отвечать И Прочее Жалко Конечно Но Скажу Я верю В покаяние Я верю В силу Покаяния Друзья У нас Мало Времени И Завершать Давайте Помолимся Давайте Завершим Молитву Сейчас На семинаре Я Отвечаю Ваши Вопрос Я расскажу То, что Из истории Христианства Из истории Израиля Но Сегодня Было Очень много Было Сказано Эту Тему Даже Судья Ночь Помолитесь Поразмышляйте И Скажу Что Какие Проблемы Не были Есть Покаяние Есть Обращение Возвращение Домой С Семейского Покаяния Оно И это Изначает Первое Изначение Это Возвращение Возвращение Домой Возвращение Назад Возвращение Сегодня Господь Милостив Бог И царь Он Принимает Покаяние Наше И Я молюсь За Покаяние Православного Духоверства Очень хочется Увидеть Спасение Моих Братьев Очень хочется Увидеть Покаяние Многих Православных И Почему Потому что Это Пронесет Большое Благословение Верю Очень Большое Благословение Когда Иван Павел Второй Начинал Покаяние Перед Евреями Покаяние В Антисемитизме Покаяние В Преследовании Накомыслей Накомыслей Покаяние Крестового Похода И Другие Покаяния То Некоторые Служители Говорили Ему Что Это Подорвет Авторитет Церкви Католической И Окончательно И Рейтинг Церкви Вестовал Крайне Низкий И Упадет Ниже Плинтуса Но Получилось Прямо Противоположно Как раз После Покаяния Рейтинг Церкви Поднялся Авторитет Поднялся Покаяние Оно Не унижает Оно Возвращает Оно Поднимает И Покаяние Это Признать Не слабости А Сила Взрослости Серьезности Если Мы Видим Человека Даже Сынули Волосами Но Который Не Готов Признавать Свои Ошибки И Готов Над Ними Работать Мы Видим Человек Еще Не Взрослый Но Когда Видим Даже Подростка Который Скажу Готов Признавать Свои Ошибки Готов Над Ними Работать Мы Говорим Это Взрослый Человек С ним Приятно Общение Общение Так Вот И Церковь Которая Готова Признавать Ошибки Готова Над Нима Работать А Я Думаю Она Заслуживает Уважение В На самом деле Смиренное Сердце И Покаяние Бог Обещает И Сцелить Землю Сегодня И Сцеление И Украины И Других Многих Стран И Безбожных Союзов И Других Стран Мира Не В Новых Программах Политических Партий Знаете Мы Новых Обещания И Даже Сказано Достаточно Но Я Верю В Покаяние Великая Сила Друзья Евреи Не Евреи Все Присутствующие Покажу Ваших Молит Информации Православной Церкви Отец Я Благодарю Тебе Божию За Этот Прекрасный Вечер За Это Завершение Субботнего Дня Хотя Многие Темы Сегодня Прозвучавшие Они Казалось бы Не совсем Праздничные Не совсем Субботние Можем Не совсем Душевные Но Бог Во Христе Иисусе В Сыне Твоем Я верю Есть Свобода Я верю И это знаю В своей Жизни В судьбах Многих Здесь присутствующих Многих Верующих Мессианских Твоих Христианцев С разных Церквей Бог Святой Ты Спаситель Наш И кому Там еще Обращаться Только к Тебе Некоторые Эти страшные Вечи Из истории Что я рассказал Сегодня Из истории Христианства Они пугают На самом деле Даже сейчас Пугают Но Боже Тебя не испугают Грехи наши Боже Нет Того Что ты не мог Простить Боже Прости Помилуй И как в начале Служения В беде О милости И сейчас Прошу О милости И Господь Будь Милый Кровь Святую Призываю Агнца Божьего Боже И на Предстоящем Семинаре Прошу Тебя Господь Позволь Позволь поделиться Вот этим Наболевшим Позволь поделиться Вот этим Многим Из истории Церкви И хорошим Многим Разным Боже Что позволит Сегодня Верующим Вооружившись Этими знаниями Сможи Тебя Еще более Эффективно Блага Стаби Нас Боже Вдохни Свою Жизнь Нас Господь Боже Позволь Многим Евреям В этом городе И В стране И в мире Вернуться К Твоей Святой Людмит Вернуться К Твоему Прощению Вернуться К Крови Святой Вернуться К Тебе В Иси Боже Позволь Многим И евреям Взять Ответственность Многим Христиан Ответственности За Историю И Нашу Историю Христианскую Историю И что Нас Амин Сделать Дай Возможность Дай Добрую Волю Господь Ужителю Лидерам Разной Динаминации К покаянию Волю К покаянию Волю К примирению Боже Пусть Никакой Кривитник Не Тот Древний Змей Дракон Пораженный Не Кто-то Из Людей Из Сектабетов Или кого-то Еще Никто Из Привитников Пусть Не Остановит Этого Процесса Покаяния Обращения Боже Святой Благослови Отец Пусть Пусть Шалом Суббот Ими Придет Как Волю Семью Верующий В Тебя Сегодня Господь Когда Сжигали Семьми Шабана Боже Пусть Наши Сердца Зажжем На тобой Огонь Не Гастет Но Разграется Слово Семьи Боже Святой Там Минора В храме Сорок Две Подряд Гастов И об этом Говорит Нам Толмут Но В Миноре Нашего Сердца Пусть Никогда Не Погаснет Твой Огонь В Миноре Нашей Жизни Пусть Никогда Не Закончатся Неверие Боже Святой В храме Нашего Духа В храме Нашего Сердца В храме Нашей Судьбы Пусть Всегда Будет Светло Пусть Всегда Будет Шалом Благослови Нас Во имя Иисуса Дышем Ищу Благослови Народство Благодарите Тебя Братья Сестер Благодарите Тебя За всех Собравшихся Здесь Призываю Твою Милость Толк Авраам Исахар Израиля Благослови Господь По богатой Своей Милости Обратите Свет На лицо О Боже И мы взираем Сеня Господь И радуемся К Тебе Боже Несмотря Ни на что Боже Потому что Ты Есть Тот Кто Придел Этот Мир Спасибо Тебя Господь Благослови Моих друзей Благослови Всех Нас Господь И Роскут Мир С С Шалом Аминь 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок